В том числе книги «Самогипноз» и «Активное самовнушение» Сергея Куткова. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое, что вы нашли время в вашем плотном графике и пришли снова в нашу студию, потому что вопросы так и не заканчиваются от слушателей. Все спрашивают о том, как жить дальше и с кем. И вообще стоит ли. И стоит ли, да. И все ждут ваших... Будем отвечать. Да, вашей консультации, ваших советов. Поэтому я только напомню, что те, кто не успел задать мне вопросы в моём аккаунте в Фейсбуке, то вы можете это сделать сейчас. Телефоны прямого эфира 320066 и 321166. А я приступлю к тем вопросам, которые у меня уже есть. Женщина 40 лет, двое детей, мальчики, погодки 5 и 6 лет, они часто дерутся. Задираются оба. Кто виноват, кто прав, определить сложно. Я и муж делаем замечания и ставим в угол и одного, и другого. Но толку нет. Как дальше вмешиваться в их отношения и вмешиваться ли? Может быть, оставить всё как есть, и это нормально, и они сами как-нибудь разберутся. — Сиблинговые войны самые интенсивные обычно. Ну, Сиблинги — это дети одних родителей. Какая здесь может быть стратегия? Если родители будут вмешиваться, выступать арбитрами, это бесконечная история. Это он, это, даже когда братья-сёстры, это она, нет, это ты, нет, это ты. И родители всё время будут отвлекаться на эти бесконечные конфликты. Правильная стратегия здесь, правильно, подходящая стратегия здесь такая. Как только дети прибегают с конфликтом, с попыткой использовать родителей как арбитров, очень важно отдать им конфликт обратно и сказать. Разбирайтесь сами. Это первая часть. Вторая. Договоритесь так, чтобы оба были согласны. Оба, трое, там, пятеро, сколько их есть. Потому что, если мы просто, скажем, разбирайтесь сами, тогда старший, тот, у кого больше сил, или тот, кто обладает большими ресурсами, поддержкой, может просто подавить второго оппонента. Да, они будут вроде бы не проявлять этот конфликт, но недовольство будет зреть, всё равно будет взрыв. То есть договоритесь так, чтобы оба были согласны. Если кто-то будет не согласен, это не считается. И третье. Какой это вам разумный срок? Если не договоритесь, то будете наказаны оба. То есть таким образом мы им отдаём и конфликт, и возможность разобраться и договориться на их уровень. И всё. Очень просто. Спасибо. Отлично. И с раннего возраста пусть... Да, это практика договариваться. Это практика выстраивать отношения на основе взаимных договорённостей, умения слышать друг друга, видеть друг друга. Это очень полезно. Спасибо. Ещё есть вопрос про взаимоотношения с детьми. Мужчина 57 лет. Он спрашивает о том, наказывать ли детей, если да, то как. Своих он ставил в угол в своё время. А теперь у него есть внук, и внука ему жалко. Но внук, видимо, пользуется, и он говорит, прям садится на шею, но сердце болит, не могу ничего с собой сделать. Ну и тогда, может, ты... А как? Как наказывать? Ну, вообще, в семейном цикле бабушки и дедушки играют какую роль? Они выступают со стороны, не знаю, мягкости, доброжелательности. По идее, это как раз те люди, которым внук может, ну, или внучка прибежать, пожаловаться на родителей, получить там больше сладостей, получить какие-то послабления. В то время, как родители, особенно когда они молодые, они выступают для детей в роли жёстких, неприятных людей, которые их всё время ограничивают, к чему-то призывают. То есть роли делятся так. Поэтому то, что внук иногда садится на шею деду, пользуется его добротой, это соответствует нормальной семейной динамике. Так должно быть. Единственное, что если он перегибает палку, конечно, полезно внука как-то ограничивать. И вот смысл наказания в чём, если оно нужно? Смысл наказания заключается в том, чтобы, я подчёркиваю, наказ, да, это некое указание на то, что можно, а что нет. То есть смысл наказания, независимо от того, делают его родители или дедушки, бабушки, любые другие родственники, это обозначить границы дозволенного. Что можно подвергать наказанию? Только поведение. Мы уже с вами говорили, потому что если мы начинаем нападать на личность, мы ребёнка ломаем. Только поведение. Чувства, если есть у ребёнка, их стоит разрешать все. То есть ребёнок может злиться, обижаться, всё что угодно. Это тоже нельзя наказывать. То есть только поведение, о котором заранее ребёнок предупреждён. То есть должны быть чёткие правила, что это можно, это нельзя. Это можно, это нельзя. На понятном для ребёнка уровне. И в качестве наказания лучше всего выступает лишение чего-то хорошего. То есть если, допустим, есть договорённость, что мы с тобой идём туда-то, мы с тобой делаем то, чего ребёнок ожидает, но ребёнок систематически ведёт себя плохо, делает нарушение одно, другое, третье. Ребёнка предупреждает, что тогда ты будешь лишён. То есть в качестве наказания лучше лишать хорошего, чем добавлять плохое. Потому что очень часто дети, когда получают плохое, они связывают это с собой. То есть вот я такой, я ничего не стою и так далее, и так далее. Просто лишение чего-то. И, конечно, про физические наказания. Сейчас у многих наших коллег есть такая точка зрения, что физическое воздействие, ну это уже жест отчаяния, то есть оно недопустимо. За исключением, ну может быть, крайних случаев, когда ребёнок бежит к дороге, его просто надо поймать, придержать, чтобы он не попал в какую-то опасную ситуацию. Не более того. Спасибо. Ещё есть вопрос, ну тоже, наверное, здесь про отношения и с детьми в том числе. Женщина 47 лет спрашивает, она замужем за вдовцом, есть пасынок, она в нём души не чает, очень полюбила этого ребёнка, хоть он и не родной. И на этой почве с мужем, то есть его родным отцом, у нас постоянные конфликты. Женщина всегда на стороне ребёнка, а вот родной отец, он включает такого строгача. С неродными детьми сложная история. Самое разумное это то, чтобы она не вмешивалась открыто, не вмешивалась открыто, по идее она вообще не должна принимать никакого участия. Это полностью дело его отца, его родного отца, он и должен воспитывать. Но если ей что-то не нравится, если ей кажется, что он, допустим, слишком жёсткий, то это стоит обсуждать с ним отдельно, наедине, чтобы ребёнок об этом не знал. Иначе получается, что он видит, ага, она за меня, он против где-то, тогда можно лавировать, и ребёнок начинает выбирать ситуативно принимать чью-то сторону, пользуясь вот этими разногласиями. От этого отношения начинают расколояться. Даже когда они получают дополнительное напряжение, даже тогда, когда нет согласия между родными и родителями, ребёнок может этим пользоваться. Тем более, когда мачеха, она же, по сути, чужая женщина для ребёнка, правильно? Но если она за него, в какой-то момент он будет этим пользоваться, и это не пойдёт на пользу ни их отношениям, ни самому ребёнку. Потому что он тогда получает очень плохой пример, что правил нет, есть ситуация, что сегодня можно так, завтра можно так. Поэтому для неродных детей только косвенное воздействие. Что мне не нравится, когда, допустим, он так себя ведёт, а ты вот это делаешь. Ну, может быть, стоит что-то изменить. Но если он не захочет, как его отец, он имеет право поступать так, как он считает нужным. Точка. — Спасибо. Я слушателям и зрителям напомню, что мы в прямом эфире. Для вас программа «Якутска. Сегодня». В нашей студии врач-психогипнотерапевт, автор и соавтор книг, и в том числе книги «Самогипноз» и «Активное самовнушение» Сергей Гудков. Вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Вопросы про то, как помочь себе, про то, как построить отношения с теми людьми, которые рядом. Есть ещё вопрос, немножко другая тема, про взаимоотношения дружеские. Женщина 32 года спрашивает, у меня есть подруга, и замечаю, что она мне как мать. Мать строгая, она командует, повелевает, я её слушаюсь во всём, хотя внутри у меня часто возникают противоречия. Вопрос в том, как не испортив дружбу, всё-таки перестроить эти отношения на более равные, как сказать, противостоять о том, что к чему-то человек не готов. То есть тебе всё-таки нужна эта, в кавычках, мамочка, которая будет её направлять и поддерживать? Ну, видимо, ну, может, уже надоело, может, там ещё и своя мама есть, которая так же. Ну, два варианта. Первый вариант – это сказать прямо, что мне не нравится вот то-то, 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 когда ты так себя ведёшь, тогда я, как обычно. Второй вопрос – сделать это шутливо. Если старшая подруга будет учить, командовать, не знаю, направлять, она может сделать вид, что превратилась в маленького ребёнка, кланяться и говорить, да, мамочка, я сделаю. Если это допустимо в их отношениях, может быть, на шутку старшая подруга отреагирует лучше, чем на прямой разговор. Здорово. Ещё есть вопрос о взаимоотношениях партий. А, у нас есть вопрос слушателей. Алло, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, представьте. Это Павла Людмила Васильевна звонит, радиослушательница 59, Якутка. Я хотела задать вопрос к врачу-терапевту. Вы говорите, что вы с гипнозом. Ага, с гипнозом врач-терапевт, да? И как вы можете вот с гипнозом работать психотерапевтом? Как вы можете работать с гипнозом? Людмила Васильевна, спасибо за вопрос. Наверное, ваша уникальность как-то, вот, как можно столько много уметь. Ещё есть вопрос. Давайте, может, сразу выслушаем, потом мы Людмиле Васильевне ответим. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр Щекутска. Ага, спасибо. Я крайне согласен, что я вот сказал, насчёт мачехи. Вот, как он понять не может, мачеха тоже может полюбить и ребёнка как своего. Об этом же вопрос. Она тоже полюбила ребёнка как своего, как родного. А вы можете остаться на линии, вот сейчас ответит Сергей Владимирович. Да, хороший комментарий. Я не говорил про любовь. Мы говорили про воспитание. Она может его любить. Конечно, она не может его любить как родного. Родным ребёнок никогда не будет. Давайте смотреть прямо на факты. Ребёнок не родной, точка. Это ничем не изменить. Да, она может очень хорошо к нему относиться. При этом воспитывать его должен папа. А она может со стороны косвенно через папу влиять. Не более того. Спасибо. И вот вопрос, Людмила Васильевна. Про гипноз. Что такое гипноз? Один из величайших психотерапевтов прошлого века, Милтон Эриксон, гипнотерапевт, он как-то говорил, гипноз – это передача образов. Тех образов, которые человека зажигают, цепляют, подвигают к какому-то действию, когда у человека меняется мышление, меняется настроение, меняется восприятие, меняется в конце концов образ действий и жизнь. Вот с этой точки зрения вся психотерапия – это гипноз. Просто не все мои коллеги, может быть, разделяют моё мнение. Не все коллеги разделяют это мнение. Не все коллеги разделяют это мнение, да. Но об этом мы и поговорим после перерыва.